Я вас категорически приветствую на канале Мастер Викинг. Продолжаем играть в увлекательную и неповторимую игру викинги. Асы. Да пощел ты нахуй! Асы, как они себя ведут на эмессе, как они себя ведут в жизни, как они себя ведут во всех общественных местах. Мне задал вопрос, уважаемый подписчик, я снимал на эту тему видео, но видать что-то я непонятно объяснил, раз возникли такие вопросы. Да ладно! Значит, касаемо асов, я поэтому сделаю такое небольшое видео-зарисовку и покажу вам то же самое, что происходит на эмессе. Может действительно есть какая-то разница. Ну, дело в следующем. Смотрите, для того, чтобы провести следственный эксперимент, мне необходимо... Два аккаунта в данный момент, это аккаунт моих сыновей, вернее моего сына Тайлунга, но его зовут не Тайлунг, по-моему. Вот, и панда, любимая панда. Поэтому на панде мы сейчас проведем такой небольшой, маленький, но удаленький тестик. Значит, суть теста такова. Давайте сделаем просто. Я сейчас, чтобы вы поняли, нанесу удар по панде 100 тысяч человек. Бам! Хорошо, что я охеренно в УБИ. Ладно, это не суть. Короче, шмот у меня убовенький. Вот, но тем не менее, нанес вот удар вот такими войсками, вот с таким этим самым раскладом. Теперь, для того, чтобы показать, к примеру, да, я усиливаю себя, ну, давайте так мы сделаем, просто усилим себя, допустим, каким-то атакующим... Блин, куда я полез? Давайте усилим себя каким-то профильно атакующим асом. Смотрите, допустим, мы берем Индуин. Он увеличивает урон насадных войск на 75%. Блин, хорошо показал, видите, могу показать, когда захочу, призываем, да? То есть, у меня вообще 75% урона. Смотрите, что происходит дальше. Мы атакуем панду 100 тысяч, бам, надвигается противный. Обратите внимание, 6 400, здесь 6 300. Отсосил трактористы. Это 112, видали? То есть, работает все-таки атакующий ас. Работает же, зараза, блин. Но не тут-то было. Давайте мы сейчас, мы знаем, давайте пойдем в первоисточники. Ребят, я хочу вас призвать подходить к оценке асов. Блин, во-первых, научитесь попадать, блин. А не как этот самый, как я. Вот, смотрите, видите, здесь урон осадных войск, здоровье, постоянные титулы. Урон против стихии земли. Вот этот важный момент, 7%. Но, если мы посмотрим в долину, Долина вечных снов, растений и цветов. То вот это чудесное, чудесное животное, которое называется индуин, или как там оно называется, не может устоять против огненного аса. Понимаете? И мы сейчас делаем следующее. Мы на панде активируем вообще, ну, блин, я надеюсь, вы поверите моему слову. Ну, к примеру, активируем какого-нибудь там нейтрального огненного аса. Так, этот у меня ас был с земли. Блин, куда я пошел? А, чуть было не было, да? Индуин, стихия. А, нет, все нормально. Стихия льда. Да, правильно, все правильно, мастерство не пропьешь. Но это не точно. Так, и вот смотрите, мы, например, на панде активируем, доверьте моему слову, например, какого-то аса, который усиливает. Помните, что панда у нас героически, героически держится на стрелках. Ой, да, играет на стрелках. И поэтому мы возьмем, активируем замечательную девушку Гивьон. Да, Гивьон, она дает защиту стрелков 75%. И теперь вот этот вот, можно представить, что вот этот вот классный парень для нас не страшен. И нанесем точно такой же удар, точно такой же удар. 100 тысяч. Мы усилили панду Гивьоном, помните, да? Поэтому урон должен быть меньше. Давайте посмотрим. Значит, что это у нас было? Это у нас что было? А, это был первый. Это у нас был не считается. То есть вот он был второй. И вот у нас третий. Бам! Это с Гивьоном. Это с защитным асом на стрелков. Но одна беда. Этот ас имеет происхождение стихия земли. Вот такой вот кирдыки. Смотрите, что произошло. Мы ледяным асом ударили в защитного земляного. И стало еще хуже. Ну, для того, кто защищался. И поэтому, когда меня спрашивают, какого аса включать, я всегда говорю, ребята, смотрите на стихии и антистихии. Сейчас мы сделаем те же фокусы, только вид сбоку на эмессе. Вот есть ничего не подозревающий Тайлунг. Скажи всем, что настоящего. Мы сейчас его перезаведем. Перезаведем. Потому как давно пора. Перезаведем. И заведем. То же самое количество войск. И заведем то же самое количество войск. Ну, это несущественно. Так, мы завели войска. Смотрите, что происходит. Наносим удар. Наносим удар. Ну, короче, ас у нас уже активирован. Поэтому будем, как бы, ну, что делать? Активироваться. Наносим атаку. Тем же самым количеством. Блин, надо ближе встать. То я буду тут ходить 10 лет. Так. И наносим атаку. Тем же самым количеством. Помним, что у нас в данный момент нанесли удар. Активирован индуин. Который замечательный земляной червячок. Да. Теперь смотрим. Не будем пока смотреть, что у нас произошло на эмессе. Значит, индуин. Ас льда. Вот. Ас льда. И мы прекрасно помним, что вот эта вот фигня, огненная фигня, должна идти. Давайте посмотрим. Защита шпионов, урон шпионов. Давайте сейчас посмотрим. Есть стрелки. Я просто на убиках не играю. Поэтому вообще не в курсе, блин. Ну, вот, к примеру, Вали. Урон убийц. Какой-то там, да, еще. А еще есть у него. Вот магний, да. Что дает магний у нас? Магний, магний. Магний, пламени. Ну, по магний, магний, пламени. Давайте попробуем магний. Это строительный ас вообще, блин, как бы не алло. Призываем строительного аса у Тайлунга. И повторяем процедуру с точностью, с точностью точностей. Ага, аналогично. И теперь проведем аналогичный. Там активирован, вы помните, магний. Атакуем. Атакуем точно так же. Бам. И вот теперь посмотрим. Первая атака была с атакующим асом. Вторая атака, когда наш соперник включил антикласс. Видите? Мы убили у него меньше. Еще раз. Вот количество, когда мы били со штурмовым асом. То есть мы там вообще заточены на победу. У нас все хорошо. И тут он включает антишамана. Который, ну, нивелирует урон. Уменьшает урон. И наносит ответный урон против стихии льда. Да ну на! И получается, приснился нам румяный восход. Ну, грубо говоря. Я, конечно, утрирую. Но вы должны, ребята, учесть следующее. Еще раз говорю. Самое главное в выборе аса. Независимо от того, играете вы на эмессе. Или играете вы в ците. Или играете вы на городах. Вы должны, прежде всего, не попасть в антикласс антишамана. Потому что вам будет здесь капсдец. Давайте просмотрим. Теперь включим логику. Короче, атакуют в основном на атакующих асах. Их два. Моди и Мимир. Штурмовые асы, которые чаще всего используются. Вот. Поэтому, если вы смотрите. Один и второй. Один огненный. Один огненный. Моди. И Мимир. Он ледяной. Поэтому, вот так может быть. Если вы активируете ледяного. Вы можете усилить трындюлину от огненного. Вот так. Вот так. Вы тоже можете получить трындюлей. Если получите. Если активируете земляного. Да. Вас ударят Мимиром. И аж кребут по полной. Поэтому, я лично. На всякий случай. Всегда делаю. Потому что, многие очень атакуют. Ну, это рекомендация. Лучше. Знаете. Рекомендация такая. Если ты не уверен. Лучше вообще ничего не активировать. Ну, вот. К примеру. Я могу так предположить. Вот. Я. Думаю. Что. Атакующих. Земляных асов. Не существует. В природе. Я их. По крайней мере. Не видел. Форсетти. Нифига не атакующий ас. Ну, как. Урон всех войск. Ну, вряд ли. Кто-то. На. Клепательном. Этам. Уль. Ну, такое себе. То есть, это половинчатые асы. Вар. Там. Вот эти все 50% добавляющие. Фрейер. Блин. Защита. Обычно. Включают. Фрик. Защита. Да. Осадный хвой. Тоже. Включают. Я не видел. Чтобы атаковали сильно. На. Земляных асах. Поэтому. В принципе. Урон. От. Как. Какой. Может быть. От. Земляных асов. Вряд ли. Будет. Активировать. Поэтому. Если. Я не знаю. Что делать. Я. В защите. В защите. Я беру. Огненных асов. Ну. По крайней мере. Я точно знаю. Что. Мне не прилетит. Усиление атаки. Если. Будет что-то. То. В ноль. Да. Допустим. Они не получат бонус. От атаки. При моем выбивании. Поэтому. Я вам. Все-таки. Рекомендую. При защите. И. Дефицит. Адели. Все-таки. Активировать. Какие-то. Свои. Профильные. Защита. Пехоты. Вы видите. Вы обратили внимание. Что. Вообще. Небоевой ас. Небоевой ас. Магний. Дает существенную защиту. И не только потому. Что он активирует. Эти несчастные. 60%. А потому. Что он бьет. В антикласс. Вот такая. Вот история. Потому. Что. Вот эти 60%. Это ни о чем. Я вам могу сказать. Это точно. Эти вот асы. При. Подстройке асов. Все-таки. Рекомендую. Лично. Я. Пробовать. Пробовать. Ну. Два варианта. Или угадать. Или не угадывать. И активировать. Земля. Вернее. Каких-то. Огненных асов. Мне так кажется. Что так будет безопаснее. Не знаю. Решать вам. Думать вам. Прикидывать вам. И играть тоже вам. Может быть потому. Что у нас нет. Другого выхода. Также подписываться на канал вам. Задавать вопросы. И получать ответы. С удовольствием буду делиться своим опытом. Да пребудет с вами сила. С вами я мастер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова